Пока давайте начнем наш эфир с разговора с Марком Фегиным, первый гость сегодняшнего вечера. Марк Захарович, здравствуйте. Рад приветствовать, Руслан, рад приветствовать всех зрителей. Прежде чем по теме, хочу спросить, вы прямо сейчас, насколько я понимаю, в Украине находитесь? Да, в Киеве, в Киеве. А позвольте я тогда начну не с темы выпуска, а с такого вопроса. Как, что в Киеве, как местные жители, 442-й день войны, редкий случай, когда у нас большой спикер, находящийся непосредственно в Киеве, вы общаетесь там с местными жителями, как они сейчас, спустя почти полтора года с момента начала войны? Вот вы знаете, когда я ехал, я всего лишь сутки находился до поездки в Донецкую область и на фронт. Я, скажу так, я был до войны, естественно, много раз бывал и так далее, и так далее, то есть посещал часто, но в момент войны после начала, после 24 февраля я в Украине, в Киеве не был. И вот если бы я, наверное, побывал в Киеве через неделю, через месяц после начала войны, я бы сказал, да, да, город сильно изменился, такая мобилизационная атмосфера и так далее. А вот сейчас уже я вам скажу, что люди, так скажем, привычные, те, которые были, я вот их воспринимаю как людей до войны, и они так же, в общем, гуляют по улицам, ходят, все как прежде. А ночью я, когда вернулся, потому что я не ночевал, когда приехал и поехал сразу же на Донбасс вечером, а вот когда вернулся, ночью вот была вот эта воздушная тревога на 9 мая, ночью такая, а потом, значит, взрывалась, видеть сложно, потом утром мы узнали, что 15 ракет тут запустили, и все они были сбиты. Ну, все они были сбиты или нет, я сам не сбивал, но я верю заявлениям командования ВСУ, я думаю, что их реально сбили, потому что над Киевом достаточно плотная система ПВО, и, в общем, все последние, там, многие месяцы, я бы сказал, что очень эффективно борются с ракетами. А вот тут война сказывается, тут вы ее чувствуете, вот эти воздушные тревоги, там, ракетные обстрелы Москвы, а во всем остальном много военных и так далее. Понимаете, мне это сложно, поскольку меня тут все любят, честно прямо скажем, без ложной скромности, поэтому я-то как бы, в общем, в такой атмосфере, такого внимания большого, так сказать, ну, любят меня, чего уж там. Ась, ну, нас любят и на популярной политике тоже, зрители наши в чате вас приветствуют. Я хотел начать с вопроса, минутами ранее мы давали цитату президента Зеленского и ответ со стороны Пригожина. Владимир Зеленский говорит, что контрнаступление пока откладывается, потому что ждут поставок западного вооружения, на что Пригожин ответил президент Украины Лукавит, у нас уже прямо сейчас под Бахмутом, ну, как бы, воюют с нами. Что вы думаете про эти слова Зеленского? На самом ли деле оно откладывается? Как долго будет ожидать, как можно долго ожидать поставок западного вооружения, которое необходимо в СССР сейчас для освобождения собственных территорий? Или какие ваши вообще в целом мысли о контрнаступлении, о котором так много разговоров в последние месяцы? Смотрите, Руслан, достаточно вооружения никогда не будет. Вот его вот завалят, вот каждый второй будет, даже грудные дети с оружием или на танке, все равно будет недостаточно. Это такая особенность военной, тем более с такой стороной, как РФ и ее армии. Поэтому я думаю, что здесь прям так, все работает на фактор внезапности, его создает любыми путями. Либо убаюкивают, говорят, что до контрнаступления недалеко, мы еще не все получили. А может, получили все и готовятся. А может, получили все и уже подготовились, но хотят действительно туман такой войны. Пусть думают, что у нас еще какой-то необходимый временной промежуток есть, который нужен для того, чтобы лучше подготовиться. Здесь и то, и другое, и третье возможно. И президент в этом смысле имеет на это право Зеленский, потому что ему надо освобождать свои территории. Он не вторгается в территорию России, не давит танками, знаете, местных жителей. И тогда ему нужно освободить и оккупировать те самых 18-19% территории, которые заняты войсками РФ. Поэтому и то, и другое возможно. Я допускаю, что поскольку сегодня только сообщено о Stone Shadows, вот этих ракетах дальнего радиуса действия, вполне может быть каких-то видов вооружений пока или там количественно не достает. Допускаю это. Хотя вполне может быть, что эти ракеты и раньше были уже давно поставлены, просто сейчас было объявлено. Может быть. Может быть и такое, потому что достоверной информации никто не скажет. Вот что там говорить? Я был на Донбассе, когда ехал обратно из Донецка, потом в Харьковскую область. Ну, техника идет. Но она и раньше шла. То есть это не то, что вот техники не было, и вдруг она поехала. То есть она все время идет. Беспрерывно техника идет в сторону фронта, она идет. И на восток, и на юг она идет. То есть техника есть. Говорить о том, что там какой-то прям дикий дефицит, тоже сказать нельзя. Но техника идет. Сколько ее, куда она идет, понятия не имею, никто не знает. Но она передвигается. Ну, фронт, так сказать, война, ничего такого удивительного в этом нет. Поэтому я вполне допускаю, что вот то, что происходит сейчас в районе Бахмута, это отчасти и какая-то проверка готовности к этому контрнаступлению. И одновременно попытка, ну, что-то спровоцировать, да, и посмотреть за реакцией. Насколько вообще силы обороны, так сказать, а Россия определенно приходит в оборонительную фазу, готова отражать это наступление потенциальное в СССР. Вот тут я охотно поверю. А потом, вы понимаете, вот получается, мы должны поверить кому? А Пригожину, который семь пятниц на неделю, то одно заявляет, то другое, то третье, эксцентрически себя ведет, там сыплет обсценной лексикой, рассказывает про дедушку-мудака, потом говорит, что этот дедушка-мудак то ли Герасимов, то ли еще кто-то. То есть, понимаете, с него недорого возьмешь, что называется. Поэтому в этой ситуации верить комментариям Пригожина, себя не уважать. У меня вопрос, продолжая эту тему, связанную с войной, уж так получилось, что только об этом и говорим. Хочу вас спросить про санкции, моя любимая тема обсуждения с вами, потому что это один из немногих таких болезненных ответов Запада на агрессию Путина сейчас, и большая поддержка Украине, помимо вооружения, это мощные санкции по путинской экономике и его окружению. Мы много с вами дискутировали, и разные эксперты спорили на эту тему также про конфискацию. Вот сейчас история США, генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Гарланд разрешил передачу Украине части конфискованных средств Константина Малафеева, православного олигарха, как он себя именует. Это первый случай отправки Америкой конфискованных активов, связанных с Россией, на восстановление Украины. И генпрокурор пообещал, что это не последний. Можно сказать, что все, лед тронулся, и уже фарш не провернуть назад. Это какая-то веха важная, которая особо не замечена осталась, но это что-то значит, потому что раньше это была просто заморозка, а теперь непосредственно конфискация, продажа и передача денег Украине. Да. Смотрите, тут нужно понимать, что в Америке эти вопросы наверняка будут решаться проще. Почему? Потому что система общего права отличается от темы континентальной. Ну, если огрубить, там в Европе это римское право, да, которое предполагает писанные законы, писанную норму. Вот пока-то ее законодатель не примет, эту норму, она, в общем, и не начнет действовать. В системе общего права все более специфически, понимаете, и процесс более специфический, и действие норма специфическая, она основана на судебных прецедентах. И в этом смысле судебные прецеденты, это относится к сфере всего судебного процесса, ну, прежде всего, к судебной власти, но в том числе и к органам надзора, то есть и поддерживающим обвинения в суде, как и прокуратура, является там. И поэтому достаточно широкий диапазон дискреционный, который есть у судей, а одновременно и у лиц, представляющих государство, прокуратуры, оно позволяет такие вещи делать вне зависимости от позиций федеральных органов зачастую, понимаете? То есть настолько самостоятельно, допустим, законодательство штатов и решение соответствующих судов, и инстанций, и ведомств, ну, потому что, например, на федеральном уровне это все не решено, то же реально Соединенные Штаты являются федерацией, в отличие от РФ, и там такие вещи могут иметь практику на этом уровне, понимаете? При том, что там Министерство юстиции какого-нибудь в США еще ничего не решило, вот общей практики не выработало. А вот прокурор, видите, принял решение, и, возможно, он основывается на каких-то судебных решениях подобных же, допустим, если это касалось каких-то других диктаторов или там их близкого окружения, активы которых конфисковывались, передавались и так далее. Поэтому я вполне допускаю, что это может сложиться в практику именно в Соединенных Штатах, и, может, мы увидим и новые конфискации замороженных подсанкционных активов каких-то отдельных лиц. В Европе будет решаться это более централизованно. Я бы так сказал, будут ждать, пока примут там соответствующие инстанции, там Европарламент, Еврокомиссия, соответствующие национальные инстанции, все решения, и тогда пойдут уже их исполнять, понимаете? Ну, так вот сложилось, тем более мы слышали об этом заявлении, что вот в Европе более осторожно подходит, если сравнить с Соединенными Штатами, говорят о том, что мы не можем эту практику безосновательно, без всяких, не полагаясь на нормы, какие-то принятых новых законов, ну или хотя бы каких-то больших судебных решений, международных правовых в том числе, начать эту практику с конфискации. Мы же вот так никогда не делали, то есть какое доверие будет к нашим принципам, которые мы провозглашаем, а не зыбленность частной собственности, ну и все такое, все такое, все такое. Вот. В Америке, мне кажется, этот вопрос будет легче решаться. В известном смысле, в отношении таких людей, да, пожалуй, что лед тронулся. Надо дождаться, пока эти деньги реально поступят там в оплату вооружения или непосредственно в какой-нибудь растовый фонд, и перейдут в поддержку Украины, будут направлены в поддержку Украины, и тогда можно будет окончательно говорить, что да, вот уже практика началась. Теперь, основываясь на этих подобных же им решениях по Америке, может, отчасти Великобритании, там тоже система общего права, такие решения будут приниматься. Ну, будем следить за реакцией, надеюсь, что европейские партнеры тоже начнут какие-то действия в этом плане принимать. Продолжая тему санкций, мы много говорили про друзей Путина, но не тех, кто с ним учился или ходил в одну секцию дзюдо, а про тех, кто в Европе лоббировал его интересы все эти годы, и некоторые продолжают сейчас. Сегодня все немецкие СМИ, и это подхватили западные журналисты в других странах, обсуждают визит Герхарда Шрёдера и лидера, одного из лидеров партии «Альтернатива для Германии», это правая, ультраправая партия Германии, которая сейчас набирает популярность. Вот они были на визите в честь 9 мая в российском посольстве, обнимались с послом и в целом позировали там, не скрывая своего визита. Вот это на фоне всего происходящего. Много было обсуждений, что вот эта путинская шобла, которая в Европе все эти годы на его деньги существовала, лоббировая интереса, что сейчас они хотя бы подпритихнут, потому что сейчас нельзя поддерживать курс России, официального Кремля. Но вот приходят и ничего не происходит. В этом плане, как вам кажется, должны ли быть санкции в отношении этих людей? Потому что с тех пор, кроме парочки юристов, которые помогали обходить санкции, и Варнига, который такой же Шрёдер, но чуть поменьше, никто из них под санкции не попадал до этого времени. Должна ли, на ваш взгляд, Европа обратить внимание на этих персонажей? Или в их отношении все должно каким-то публичным порицанием ограничиваться, как сейчас в Германии происходит? Ну, вот почему они ходят в эти посольства и, в общем, не стремаются это делать. А вот есть такое еврейское слово «хевро» такая. Вот мне нравится «хевро», потому что оно там оптически хорошо звучит. Вот. Вся эта «хевро» ходит, да просто деньги им дают деньги. Они просто зарабатывают деньги и альтернативу для Германии на свое объединение, и, наверное, на карманы им дают просто бабки. Это не секрет. Равно как и Шрёдер. Ну, смешно говорить, что Шрёдер не получает денег. Он официально декларирует там по 50 миллионов долларов в год. Посмотрите, это в интернете открытая информация. Он с них поларода якобы платит налоги. Вот я помню Алексей Навальный, когда находился в 2020 году на извлечении после отравления. Он же, в общем, в одном из своих интервью обвинил Шрёдера в том, что тот, значит, еще и получает, помимо тех средств, которые подлежат налогообложению, которые он декларирует, и какие-то другие бонусы. Я, кстати, верю Навальному, разумеется, и считаю, что он был прав. Но просто это слабо доказуемо, поскольку, ну, если где-то он там какие-то деньги получил на себя, то поди разбери, поди найди. Тут надо доказывать все время. Но, тем не менее, эти люди продолжают вести себя так же, как вели, и объяснение здесь исключительно материальное. Другого я не вижу. Что касается Шрёдера, вы знаете, его презирают в Германии. Вот я могу судить об этом, потому что у него, вы знаете, отняли, как у бывшего канцлера, отняли даже помещение, как бывшего канцлера, им сохраняют пожизненно, ну, кабинет с помощником, которые должны, там, помогать в его работе. Он человек уже пожилой и так далее. Вот у него даже это, отобрали там все привилегии и так далее, и так далее. То есть немцы стесняются поведения Шрёдера. Они действительно понимают, они, может быть, ограничены возможности об этом говорить публично, надо доказывать, но все понимают, что всё за бабки делается, и что таких вот легко купить. Их соднит от того, что целый канцлер, который сидел, по-моему, два срока, он как глава социал-демократов, должности канцлера находился, да, меньше Меркель. Но, тем не менее, вот что такой человек, так позорит их, понимаете, что за деньги может продать всё, принцип совести. Кстати, он пять раз женат, так сказать, если вы думаете, он такой, тип-то игровой. Он любил всякое такое, поострее. Вот, теперь что касается санкций в отношении таких людей. Я считаю, что этот механизм, он действительно должен быть и универсальным, и расширенным, потому что, ну, получается та ерунда какая-то. У него немецкий паспорт. То есть мы всегда исходим из того, что по санкции должны попадать вот люди через, на востоке, вот там, из России, Белоруссии, там, такие, которые, в принципе, не могут пересекать границу, их активы замораживаются, они, там, не могут воспользоваться своими богатствами, домами, квартирами, там, я не знаю, там, самолётами, лазурным берегом и так далее. А для этих-то, в общем, всё достаточно безболезненно, хотя их участие в отмывании преступных денег и в соучастии в схемах, которые в Москве придумываются, оно ничуть не меньше, а зачастую и более значительное, поскольку они, ну, как бы инклюдированы в западное сообщество, в эстеблишмент, они, там, помогают юристам, которые судятся за отмену санкций отдельных олигархов и чиновников, они, так сказать, обеспечивают некое поблизости, связь с прессой и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что механизм это надо запускать. Очень слабая по этому поводу практика есть. Некоторые иностранные лица попадают под всякого рода санкционный режим. В акте Магнитского, если вы помните, она расширена с России на международный, глобальный уровень. Выйден этот акт, например, американцы под санкции подводят кого угодно. Представьте, Венесуэлы, там, ну, Северная Корея, Иран, это понятно, это и раньше было, но вот другие страны такие неблагонадежные во всех отношениях политических лица ответственные там попадают под санкции. Практики попадания западных всякого рода, даже бывших лидеров под санкционный режим, ну, это нечто новое такое, да, но кто сказал, что это невозможно в принципе. Поэтому я исхожу из того, что Шрёдера, разумеется, могут под такие санкции подвести лидера альтернативы для Германии и им подобных. Там Мари Липен, например, во Франции. Другое дело, для этого, опять же, нужна политическая воля. Нужно, так сказать, решиться и делать, а потом посмотреть, что из этого будет. Он может обжаловать, судиться. Это его право. Сколько это займет еще времени. Но это точно будет метка для всех остальных. Вот о чем речь. Он может отсудить чего-то, но проблема заключается в том, что другие будут опасаться ходить в посольство за бабки, значит, представлять там себя или круг таких политиков, которых можно купить беспринципно. Маркович, и напоследок у меня тогда вопрос к вам про вашего товарища, с которым вы регулярно ведете стримы, про Алексея Арестовича. Сегодня Артура Смельинова, российского актера, и как раз Алексея Арестовича внесли в российский перечень террористов и экстремистов. Теперь там в этом списке, помимо ИГИЛовцев, красуются Навальный, Шевединов, Албуров, Соболь, еще кучка ИГИЛовцев. И потом Алексей Арестович теперь тоже в этот список внесен. Может, как-то прокомментируйте, как вы отреагировали на эту новость, узнав, что Алексей Арестович теперь по российским меркам террорист и экстремист? А он, вы знаете, что уже в списке в Беларуси находится? Он тоже там террорист. Он что-то говорил про подрывы рельс поездов, везущих боеприпасах, и они его внесли. Лукашенко, тем более, он на плане. Он собирает ачивки. Да-да-да, у него отец белорус, и как бы для него эта тема не чужая, потому что вот он белорусский, да еще и российский террорист-экстремист. Я хочу сказать, что, вы знаете, ему как в гусь вода. Ему, честно говоря, абсолютно фиолетово. Хоть его там признают, значит, дьяволом, это ему, по-моему, абсолютно до фени. Они, вот, но то, что показательно, они, видите, как, для чего это еще делают? Вот два актера, типа, он хоть и военный, там, подполковник, но, видите, Смоленинов актер, и вот, типа, у него небольшой опыт актерской профессии у Арестовича есть. Это на снижение немножко, немножко через пропаганду. Вот такой террорист и актер. Ну, охренительно, конечно, да. Сначала они говорили, что он гей, да. Ну, честно говоря, ему абсолютно до фени, там, что они там говорят, придумали пленку, что он вот гей, там, ездит в Москву, он гей. Теперь они, значит, из него террористы лепят. Так вы уж определитесь, либо гей, либо террорист, либо все вместе, одновременно. Вот. Плюс, смотрите, там есть еще и чисто юридическое последствие. Если тебя признали террористом, то его упоминание в прессе, наверное, не может быть. Или я не знаю, как они будут упоминать, значит, в скобочках вот писали и на агента, вот как про нас с вами пишут, а про него будут писать куча их террористам и кто он там еще, я не знаю. Вот что-то такое. И, наверное... Те, кто остались еще, кто пишет о нас, они уже это не соблюдают. Они все уже тоже в бегах, поэтому не соблюдают. А так раньше, знаете, как было? Мне нравилось эхо Москвы покойное. У них всегда была плашка инагент, потом еще гигантская признана российским террористом. И ты, пока тебя титруют, уже имени твоего нигде не остается. Просто ярлыки, что ты бесконечное зло. Ну, видимо, так же будет и с Алексеем Арестовичем. Точно. Спасибо вам большое. Я не буду его титровать. Вот вы за меня будете спокойны. Я просто буду на него издеваться. Окей, спасибо. Передавайте привет. Марк Фегин был в эфире «Популярные политики». Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...